Ольга Розенова о Владимире и его Владимире. Лекцию с таким названием представили владимирским любителям искусства. Об амазонке русского авангарда, как еще называют художницу, слушателям рассказала филолог, переводчик, ученый-секретарь Розеновского центра Анна Брашкина. Лекция проходила в антураже картин художников и художниц разных эпох из собрания Русского музея. В числе произведений искусства была и картина Ольги Розеновой, которая называется «Городской пейзаж». На ней узнаваемый вид Владимира, каким его видела художница более ста лет назад. Ранее картина демонстрировалась в Белгороде, Курске и Оренбурге. Вообще разговоры о так называемых амазонках русского авангарда возникли вообще и в мире, и в России. Только в 2002 году так активно. И именно они получили этот статус. Потому что прошла выставка амазонки русского авангарда, передвижная по всем культурным столицам мира. Открывали ее, например, в Нью-Йорке только что пришедший в власти президент Путин и председатель Кофеанан Ольги. Ну, и она проехала в Париж, когда узнали Ольгу Розеновой. Ольга Розенова родилась в городе Меленке Владимирской области в 1886 году. Училась во Владимире, а затем в Москве. Художница считается одной из крупнейших представительниц русского авангарда. В своем творчестве она не боялась экспериментов, работала в разных направлениях и создавала картины в разных жанрах. Просто даже интересно было, чем мысли, лекция была интересная, познавать, она очень много учениковала. Действительно интересно, и дальше было, просто дальше смотреть и, как говорится, образовываться. На малой родине с жизнью и творчеством художницы знакомы немногие. В ее биографии есть загадочные страницы. Посетители лекции познакомились с некоторыми из них, рассказали о работах Ольги Розеновой, которые она посвящала родному краю.